Дамы и господа, доброго времени суток! С вами Готика, с вами Сократ и это топ 5 самых лучших модных приговоров, которые когда-либо выходили на нашем канале. Ты, дружище, мог пропустить 24 модных приговора. Конечно же, костюмы, которые мы для тебя делали, могли тебе понравиться, но ты по какой-то причине просто проглядел их. И в этом видеоролике это дайджест, подбор самых лучших модных приговоров за всю его историю. Топ 5. Если ты смотрел все модные приговоры, напиши в комментарии, какой тебе понравился костюм и интересно, почему же я его не включил в этот топ. Однако, давай перейдем сразу к делу и начнем с пятого места. А на пятом месте у нас костюм пиратов. Я похожа на волка! Мы решили осветить эту тему, тему пиратов и сделать косплей на них в Red Dead Online. И вот, что у нас получилось. Какой пират без треуголки? Правильно, обычный матрос. Но у нас же капитан. К сожалению, в игре есть только один головной убор, который подойдет пирату. Это шляпа Питман. Конечно же, пират у нас будет одноглазый и без повязки Редхард будет выглядеть не так устрашающе. Бандана с узором подойдет в качестве аксессуара. А пальто Дорем напоминает одежду морских офицеров тех времен. Рубашка Рексроуд вполне соответствует образу моряка. Штаны Гибсон дополняют единый вид. Сапоги Колхун неплохо смотрятся для данного персонажа. Оружейный пояс, конечно же, Герера с золотыми элементами. Ну и, конечно же, какой пират без компаса? В данном случае используется компас Уитфорд. На правой руке надето золотое кольцо Blackbone, а на левой кольцо Робок. Дополнительный пояс пряжка Гадюка серого цвета с золотыми и красными элементами завершают наш образ. Согласитесь, что этот персонаж действительно похож на настоящего пирата, максимально приближенный к каноничному образу. Насколько это вообще возможно в Red Dead Online? Теперь посмотрим на костюм женского персонажа, отчаянной пиратки. Все та же шляпа Питман, ведь вариантов у нас, к сожалению, нет. Штаны Конча черного цвета. Корсет Чемблис красного цвета. Нару Чихар Шоу. Узкий шейный платок черного цвета. Клепанный пояс бандита белого цвета. На поясе пряжка Гадюка серого цвета с золотыми и красными элементами, как у мужского персонажа. Черная кобура Герера с золотом. Сапоги Остин. Двойной патронтаж Карбоу. Перчатки без промаха черно-серого цвета. И, конечно же, компас Уитфорд. Что касается самого костюма, то мы выбрали комбинацию из довольно пастельных оттенков, чтобы не выдать себя ни врагу, ни обратить внимание на себя хищного зверя. Итак, блуза Иньест. Нежно-голубого цвета. Практичная, с пуговицами, воротничком и закатанными рукавами. Жесткий, плотный телесный жилет Охотника. Является изюминкой костюма. Потому что его шерстяные детали шикарно дополняют данный стиль. Брюки Мартиндейл. Кремовые расцветки дополняют персонажа строгого вида своим надежным покроем. В черно-блестящих сапогах Миллард с меховой обивкой вы пройдете даже самые крутые тропы. А шпоры Всадник Запада дополнят блеск этих сапог. В полумеховых перчатках с желтоватыми элементами вы украсите руки и защитите их от крови во время освеживания туш. Кобура Гудман – еще одна неотъемлемая часть образа с оригинальными кисточками. Оружейный пояс Гудман идентичный по стилю, без сомнения необходимый элемент данного типажа. И, наконец, нежно-синяя бандана с золотым рисунком в украшении вашего наряда. На этой неделе мужской и женский костюм ничем друг от друга существенно не отличаются. За исключением того, что на мужском костюме вам понадобится верхняя рубашка с воротничком, безусловно, синего оттенка. Для того, чтобы гармонировать с женским персонажем. Тогда вы со своим другом или подругой сможете вдвоем в этом наряде путешествовать по миру и охотиться. В основе костюма лежит куртка, которая так и называется – куртка Чаро. Такой вариант расцветки стоит 6 золотых слитков. На голове – сомбреро со шнурком за 85 долларов. Рубашка из костюма «Бандит Гризли». Сам костюм стоит 265 долларов. Штаны Кончо за 41 доллар. Поношенные ковбойские сапоги – 14 долларов. Шпоры Вакера за 3 золотых слитка. На шею мы выбрали бандану с узором за 57 долларов. Но к костюму Чаро также очень хорошо подойдет ярко-красная сложенная лента за 9 долларов. Женский костюм собирался из таких же вещей. Однако куртки Чаро в женском гардеробе нет. Поэтому мы решили заменить ее роскошным жилетом за 4 золотых слитка. Но мы на этом не остановились и собрали еще один женский костюм, на который вдохновил образ из Карамуза – мексиканских всадниц, также участвующих в конном Родео Чариада. Но создавать каноничный образ мы не пытались. Итак, вот из чего он был собран. Корсет Избелл за 7 золотых слитков. Сорочка с корсетом Флора за 42 доллара. Подвизная юбка за 2 золотых слитка. На ногах туфли-пуританки с чулками стоимостью 2 золотых слитка. И на шее узкий шейный платок за 6 долларов. Интеграция. Конечно же, хотелось бы сказать отдельное спасибо нашим спонсорам. Алексей Котов, Анастасия Морс, Вовка СПБ, Предатор, а также другие спонсоры, которые поддерживают наш канал. Всего от 49 рублей в месяц. И, может, кстати, ты, дружище, поддержи, пожалуйста, царским лайком, чеканной монетой. И продолжаем просмотр. Здравствуйте, любители моды, Дикого Запада и моды на Диком Западе. Из новых вещей, которые добавили на этой неделе Rockstar в наш каталог, самыми интересными нам показались маски, которые можно приобрести у Мадам Назар по цене 150 долларов за каждое. Они отлично вписываются в антураж игры, позволяют сделать устрашающего персонажа и в целом приукрасить залежавшиеся сохраненные с этой одежды. Основными составляющими хорошего вестерна всегда были работяги-ковбои, честный шериф, крутые стрелки-бандиты и, конечно же, индейцы, которые и будут главными героями нашего сегодняшнего выпуска. Именно костюм индейца мы и решили составить для вас в 10 выпуске Модного приговора. Начнем с разбора костюма женского персонажа. В женском гардеробе подходящих рубашек не нашлось, поэтому основой стала рубашка с триндхем, отделанная снизу бахромой. Все цвета органично смотрятся, поэтому выбирайте любой понравившийся. Штаны Lightfoot с простеньким узором на коленях правдоподобно смотрятся на индианке и хорошо сидят. В реальной жизни индейцы носили макосины, однако в Red Dead Online из обуви есть макосины и бринди, но нам они не особо понравились, поэтому использовали вместо них получапсы из шкуры, которые скрывают ноги персонажа. Сапоги можно выбрать любые, однако имейте в виду, что эти чапсы можно надеть не на всю обувь, учитывайте это при составлении вашего костюма. Из всех подходящих оружейных поясов нам больше всего понравился веревочный оружейный пояс, он смотрится лаконично и не идет в разрез с остальными вещами в образе. Этот оружейный пояс мы использовали для всех вариантов костюмов, представленных в ролике. Какой же индеец без мощного точного лука, однако при стрельбе из лука можно поранить предплечье, и чтобы этого не случилось, стрелки использовали наручи. Наручи Харшоу, к сожалению, являются единственным доступным выбором. Их можно было получить во втором бандитском абонементе. Они используются во всех составленных нами костюмах ввиду своей незаменимости. Маска существа отлично довершает образ воинственных индейцев, смотрится очень агрессивно и является достойной заменой боевому окрасу. Перейдем к разбору костюма мужского персонажа. Нашей командой было создано несколько вариантов костюма индейца, и сейчас мы их вам покажем. В первом варианте за основу взяли кожаный жилет охотника, одетый без рубашки. Длинная бахрома здорово украшает этот жилет, благодаря ей он выглядит более антуражным. Штаны из оленей кожи бежевого цвета хоть и выглядят грубо, но именно такие штаны и предпочитали индейцы ввиду постоянного наличия материала для изготовления. Потрепанные получапсы из меха оставляют обувь частично открытой, смотрятся стильно и в тему. Поношенные ковбойские сапоги светло-коричневого цвета имеют потрепанный вид, благодаря чему правдоподобно сочетаются с остальными элементами одежды. И завершает весь этот образ вся та же маска существа светлого цвета. Во втором сете используются сапоги рабочего красно-коричневого цвета, шарф инглиет без рубашки и жилета. Так персонаж действительно похож на индейца, живущего в дикой местности. Также используются штаны Лайтфуд, но другой расцветки в отличие от женского персонажа. Потрепанные получапсы леопардовой расцветки и маска существа тоже леопардовой расцветки для того, чтобы вещи в костюме сочетались между собой. Мы очень надеемся на то, что в будущих обновлениях будет больше вещей, связанных с индейцами. В особенности не хватает их традиционного головного убора венца из перьев, который и создает индейцам весь их образ. Костюм вверх называется «Мраморный лис». Напомню, он считается зимней одеждой. Странно, как крипс не сгорел на солнышке в шапке медведя. Далее мы используем классическую черную бандану, чтобы закрыть лицо и оставить только глаза, как будто мы дикие племенные охотники. маски нельзя одевать в таком костюме, голова лисы просто пропадет. Дальше у нас с вами идет рубашка Padden черного цвета, хотя подойдет любая черная рубашка. Мы решили использовать подтяжки с отделкой, как вы уже догадались. Пояс в нашем уникальном костюме – это пояс леванцы и патронтаж Марины из модного приговора «15». Штаны Lightfoot, чтобы подчеркнуть темный и мрачный готический стиль и образ охотника. Ну и завершает наш выпуск модного приговора «Сапоги Келли» с золотистыми носиками змей. Очень стильно и утонченно получилось у нас с вами после выхода обновления «Натуралист». Обязательно напишите комменты, вернулись ли вы в игру после обновы или ушли наоборот. Заходи к нам в Дискорд, ссылка в описании, поддержи наш канал вашими лайками и подписочкой. Сократ их обожает!